МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За моей спиной знаменитый танцующий Волгоградский мост. Его длина более километра, а строили его почти 13 лет. Но для военных инженеров такие сроки непозволительная роскошь. Они умеют соединять берега всего лишь за 60 минут. И поверьте, их мосты не танцуют. Вблизи деревни Песковатка, на песчаном берегу реки Дон, расположился лагерь инженерных войск. На пустом месте военные за несколько дней возвели целый палаточный город. И я немного выделялся среди его жителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдвигаемся в район реки Дон. Первый раз я стою в стою. В ходе совершения марша. Скоростной режим. Соблюдать водителя. Командиру извода развести посадку личного состава, выгоняться в исходный район. Чтобы понять, как эти ребята способны так быстро соединять берега, я внедрился во взвод инженерного батальона, которому было поручено навести понтонный мост. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас мне предстоит управлять таким многотонным грузовиком, полноприводным, Урал. Вместе со мной командир взвода, Максим. Привет, Максим. Привет. Ну что, в добрый путь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сидя за рулем этого грузовика, кажется, что ты управляешь многоквартирным домом на колесах. Руль тяжелый, педали не продавливаются, никакой шумоизоляции, аудиосистемы или кондиционера. Зато без всякого труда этот здоровяк перевозит звено понтонного моста весом в 6,5 тонн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей операции принимал участие целый понтонно-мостовой парк. А это 80 звеньев на автомобилях Урал, 20 катеров на Уралазах и почти 250 человек личного состава, чтобы всем этим хозяйством управлять. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляю себе, какие должны быть эмоции, если на этом Урале выбраться в город, в московские пробки. Наверное, чувствуешь себя, будешь мега уверенно, можно всех подрезать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но оказалось, что застрять можно даже в таком глухом и отдалённом месте. Тем временем на берегу Дона вовсю шла подготовка к наведению моста. Прежде чем военные инженеры смогут начать сборку, необходимо захватить плацдарм на вражеском берегу и удерживать его до переброски основных сил. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала специальная машина ставит плотную дымовую завесу над рекой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под её прикрытием несколько боевых машин пехоты, со стороны напоминающей плавающие деревья, отправляются на другой берег, чтобы занять боевые позиции для огневой поддержки инженеров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробки, лесные пробки. А мост нас всё ждёт. Ждёт мост, а мы стоим. А мост ждёт, а мы стоим. И там колонна, и там колонна. Куда деваться? Время шло на минуты, поэтому, как это обычно и бывает в таких ситуациях, мы решились на объезд по обочине. Здесь-то и пригодились внедорожные качества нашего транспорта. Я заметил, что у тебя висят какие-то палочки. Что это, барабанные палочки? Нет, это флеши, которыми я руку ложу, чтобы все понимали, знали, что я требую от моего служащих. Вот, по взводе у тебя сколько человек получается? 24 человека. То есть мы сейчас как раз этим взводом 24 человека и двигаемся. У нас впереди получается катер на Уралазе. И нас 8 машин, да? Да, у нас 9 машин получается. Мы сможем собрать полноценный паром. Взводный паром. И сколько времени нужно, чтобы собрать... Надо удовлетворить. 16 минут. Отлично, 11 минут. 24 человека? Нет. Водители в расчет не входят. Они входят только с машинами. Собирают паром каждое из него два расчета. 18 человек. 18 человек за 11 минут могут собрать паром, который сможет перевезти в Читаританск. Пока батальон будет собирать ленту моста, наш взвод должен успеть собрать паром и перевезти на другой берег несколько единиц бронетехники для поддержки уже имеющихся там сил. Какие-нибудь, может, интересные традиции есть? Посвящение в пантанеры? Посвящение в пантанеры? А когда оно происходит? Когда ты заберешь паром. Паром. Первый раз? Первый раз. Тем временем мы вплотную приблизились к линии берега. Макс отправился на командный пункт, а ко мне присоединились пантанеры моего звена. Прозвучала команда к началу операции. Занять береговые позиции. Ну вот, наконец-то мы и добрались до берега реки Дон. Только в отличие от произведения Шолохова, здесь он совсем не тихий, бежит волна. Ширина реки в этом месте 560 метров. Даже не верится, что через каких-то 60 минут здесь будет построен полноценный мост. Ширина реки в этом месте. Принцип наведения пантонного моста достаточно прост. Машины со звеньями выстраиваются вдоль берега, после чего по команде сбрасывают их в воду. Пантанеры соединяют звенья в ленту, а катеры разворачивают ее в русле реки, соединяя берега. Итак, все машины запарковались на своих местах. Расчеты на улице осталось только спустить звено в воду. Для этого достаточно сдать назад, пантанер дернет за трос, и благодаря кинетической энергии звено само скатится в воду. Заводим автомобиль. Все не очень просто в этой машине. Сдаем назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Речное звено держится на воде за счет своего водоизмещения, как обычный поплавок. Состает оно из четырех частей и в транспортном положении выглядит как гармошка. Но при спуске на воду самостоятельно раскрывается под действием торсионов и сил плавучести, образуя таким образом понтом, площадью 55 квадратных метров и грузоподъемностью около 20 тонн. По-моему, все получилось, но поехали вперед. Да, военная техника, это вам не Мерседес и не БМВ, это автомобиль Урал. Глушим мотор, и теперь самое главное, выйти и помочь понтонерам. Парни, я помогаю вам! А дальше началось то, что и называют наведением понтонного моста. Моему расчету необходимо было собрать раскрывшееся звено в жесткую конструкцию и после соединить его с соседним. Бери багор и рычаг. Вон багор, твой рычаг. Основные инструменты понтонера, кроме рук, это багор и понтонный рычаг. Багор – это длинный деревянный ше с крюком, а рычаг больше напоминает обычный лом весом килограмм 15. Такой вот нехитрый инвентарь. Первым делом необходимо накинуть петли на замки, соединяющие центральную створку звена. Потом рычагом туда вставляешь. Стой, на раз, два, три! Сильнее, сильнее, быстрее! После этого закрываются боковые замки. И делается это для того, чтобы звено стало жестким и имело ровную поверхность. Быстрее, 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 время! Матвей, так звали моего проводника в будни инженерных войск, старался изо всех сил, чтобы мы не выбились из графика. На все про все у нас было 11 минут. Но мне было далеко до рекордов. Да что там рекордов! Я не укладывался ни в какие нормативы. Вперед, ехать, дальше вон туда вперед. Куда? Да, да, вперед, вперед. До конца, все, оставляй, ложи. Теперь еще поможем напарнику соседнему звену. Так. Поднять аппарель. Перепрыгивай на ту сторону. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот это называется аппарель. Это те пластины, по которым будет заезжать с берега техника. Расслабляем. В речном звене предусмотрена возможность для заезда техники. Для этого специальные металлические пластины с помощью балки и лебедки устанавливают на крайнее звено. Так, теперь опустой. Вставляем пазы. Со стыковку идем. Бери багор и атаку вперед. После того, как створки звена закреплены, а аппарели установлены, необходимо соединить зрение между собой. Пока одни бойцы с помощью багров подталкивают понтоны друг к другу, другие, используя понтоны на рычаг, направляют их и закрывают соединительные замки. Непростое это дело быть понтонером, я могу сказать одно. И, конечно, труд этих парней достойен уважения. Мне, как человеку неподготовленному, просто тупо физически тяжело это делать. Я вспотел, у меня отдышка. Сейчас, когда уже почти все звенья соединены, катера подцепятся к нашему понтону, развернут его перпендикулярно берегу, мы опустим аппарели, и по ним поднимется на наш паром тяжелая техника. Взводный паром состоит из восьми речных звеньев и одного берегового. Общая масса самого парома более 60 тонн, плюс немалый вес у перевозимой техники. И всей этой конструкции необходимо управлять в условиях, когда волна достигает полуметра. А теперь на водной сцене появляются катера. С их помощью мы будем управлять понтонами на воде. Перевозятся они также на автомобильном транспорте, а для того, чтобы спустить катер на воду, нужно всего лишь одно легкое движение рукой. Это было очень просто! БМК-225 Буксировочный моторный катер полукатамаранного типа имеет двигатель мощностью 225 лошадиных сил, который приводит в действие два винта. Они могут вращаться в обе стороны, причем независимо друг от друга. За счет этого достигается повышенная маневренность катера. За штурвалом корабля мне не доводилось сидеть ни разу, поэтому я с большим интересом отправился на борт этого судна. Сергей, привет! Здравствуйте! Рассказывай, как заводить твой корабль. Стартер, правильно? Нет, сначала включается питание, потом... Питание? И стартер, понимаете, рачечки. Все, мы завелись. Задний ход и добавляем обороты. Серьезная машина? Ха-ха! Взято, что надо. У каждого корабля должно быть имя. Ты как это называешь, свою лодку? Да. Какое имя? Бентли. Бентли. Всегда думал, что если я и поеду на Бентли, то я поеду по асфальту, но никогда не думал, что Бентли может плавать по рекам и уж тем более строить мосты. Вот здесь самый настоящий штурвал. Но на самом деле управлять катером и намного сложнее, чем автомобилем. Единственное, что количество поворотов руля в право и в лево во много раз превышает автомобильных. Сколько здесь лошадиных сил? Мы заглохли. У нас закончился бензин? Двигатель работает на соляре. Сейчас надо подкачку сделать. Будем делать подкачку. На самом деле все не так печально. У нас просто закончилась солярка. И сейчас мы подкачаем топливо в камеру сгорания и вновь поплывем. Пока мы решали возникшую проблему, возле парома нас дожидалась бронетехника. Бойцы продолжали сбрасывать звенья в воду и собирать ленту моста. Ну а мы... А мы все пытались завестись. Включаем питание. Пробуем завестись. Работает. Сергей, сколько набирает этот катер? 20 км в час? Набирает 40 км в час. 40 км в час! Ох, такая жара, что это даже было кстати. Было бы здорово отправиться на этом катере на рыбалку, но на берегу нас ждал готовый паром и уже почти собранный мост. Когда у нас будет передача о катерах, мы обязательно протестируем все возможные катерах. которые только существуют в российской армии. А пока что вперед! Строить мост! Ну они, видно, у нас же просто заждались, пока мы с тобой там наворачивали пятаки. Ничего, парни, давайте, натягивайте. И мы включаем полный назад и оттягиваем бандон отверстия. Нет, мы уже переходим в руководство регулировщика. То есть он дает сигнал определенный. По флажкам? По флажкам. Катер даже не напрягается. Несмотря на то, что здесь 9 звеньев, каждая из которых весит 6,5 тонн. Это почти 60 тонн. И два небольших катерка легко передвигают такую махину по воде. Паром поворачивают перпендикулярно линии берега. И солдаты опускают аппарели. А сейчас начинается самое интересное. На наш паром заходит тяжелая гусеничная техника. В данном случае это боевая машина пехоты. Каждая машина внестит тонн по 20. Но наш понтон такое ощущение, что даже не просел в воду. Так велика его грузоподъемность. После того, как вся техника погружена, командир забирается на одну из машин и переходит к управлению паромом. Красный флажок регулировщик держит в левой руке и отдает им команды катеру слева. Белый – справа. И, соответственно, катеру справа. Чем выше он поднимает флажки, тем больше оборотов должны давать катеристы. Таким нехитрым способом один человек управляет многотонным паромом. Вот и все. Не нужны никакие рации, спецсредства. Два флажка – красный и белый. И все все понимают и выполняют поставленную задачу быстро, качественно и надежно. То, что мы сейчас сделали, это еще не мост. Это паром. Он состоит из 9 звеньев и предназначен для перевозки тяжелой техники. В нашем случае это три боевых машины пехоты. Но когда мы отвезем их на тот берег и вернемся обратно, оставшиеся лет на моста будет уже соединена. Мы подсоединимся к ней и выстроим линию от одного берега до другого. Сейчас мы видим, как на берегу два бойца закрепляют якорь в грунт. Это позволит нашему парому быть зафиксированным возле берега и техника сможет беспрепятственно на него съехать. Незнакомому берегу паром швартуют береговым звеном. А парели в нем сделаны таким образом, что обеспечивают выгрузку техники при любом угле наклона берега. Поехали. Здравия желаю. Но паромы и понтонные мосты это не все, на что способны военные инженеры. Всего лишь за сутки до приезда нашей съемочной группы они возвели мост, который держится на винтовых сваях. Посередине моста оставлен проем, предназначенный для беспрепятственного движения судов. Его размеры таковы, что используя два взводных парома, мост соединяется в единое целое в считанные минуты. Для движения гусеничной техники он не предназначен, но зато по нему на другой берег можно переправить автомобили с личным составом. По возвращению нашего парома началось соединение с основной частью моста. Это сложный и точный процесс. Нельзя допустить излома ленты, иначе вся операция будет провалена. Вот и все. Ленточный мост соединен. Состоит он из 80 звеньев, а его длина 560 метров. Буквально через несколько мгновений мы соединим два берега реки Дон. На ускоренной съемке это действие напоминает движение стрелки тахометра, когда нажимаешь на педаль газа. Но в действительности это самый ответственный момент. Катерам необходимо действовать очень слаженно, учитывать скорость ветра и течение реки. Сколько человек участвует в этом процессе? Сегодня задействован понтонный батальон 11-й бригады в районе 200-250 человек. 250 человек? Да. И все работают слаженно, как единый организм? Ну, как и положено в армии. Для того, чтобы стать настоящим понтонером, мало сбросить звеневую воду, мало их соединить, мало построить целый понтонный мост. Есть одна традиция. Но это еще тоже не все. Здесь должно быть 80 градусов водки. Но у нас приличная передача, поэтому здесь компот. Вот теперь я настоящий понтонер. спасибо. Служите в инженерных войсках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин